Хочется отличной рекламы? Забирайте всё! Этой зимой мы режем цены пополам! С 1 января на Рико ТВ, Октуберадио и в газете Эбрика. Телефон от дела продаж 220-250-222-300. Здравствуйте! В эфире информационная программа «Факт» в студии Сергей Довголюк. Частные учреждения образования проверят в Казахстане в мае-июне на соответствии требованиям пожарной безопасности, сообщил заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин, пишет Костак. На этой неделе мы должны завершить полностью по маю проверки объектов с массовым пребыванием людей, это торговые центры, и в мае-июне провести проверку еще 2000 объектов. Это объекты системы образования, которые находятся в частных руках. Сказал Ильин на брифинге в Комитете по чрезвычайным ситуациям МВД. Как он отметил, на данный момент из 972 запланированных проверкам объектов торговли с массовым пребыванием людей и общей площадью более 1500 квадратных метров, в 851 проверка завершена. В ходе них было выявлено более 10 тысяч нарушений. Общая сумма штрафов составляет более 16 миллионов тенге. Руководителям объектов вручены предписания об устранении нарушений. Контрольные проверки начнутся с мая-июня, пояснил замглавы ведомства. При пожаре в Наурзубском заповеднике погиб человек, передает КАСТАК. Водитель КАМАЗа, который двигался первым, видимо испугался пожара. Не заглушив двигатель, в панике покинул кабину и бросился бежать по трассе. Бежал он в обратном движении направления и был сбит насмерть вторым КАМАЗом. Водитель второго КАМАЗа, работавший с погибшим в одном ТО из-за сильной задымленности, не смог вовремя увидеть бегущего навстречу человека, сообщили в ДВД области. Напомним, пожар на территории Наурзумского заповедника в Костанайской области произошел 18 апреля. Площадь территории, охваченной огнем, составила 2500 гектаров, из них около 1700 гектаров на территории природного заповедника. На окраине села Шаманаихинском районе Восточно-Казахстанской области обнаружили мертвого младенца, сообщили в пресс-службе ДВД, информирует Костак. Полиция выясняет все обстоятельства инцидента. На данный момент известно, что мать ребенка – 35-летняя местная жительница. Начато досудебное расследование по статье убийства матери новорожденного ребенка. В рамках уголовного производства назначен ряд соответствующих экспертизм, сообщили в пресс-службе ДВД. Двое детей и четверо взрослых подверглись нападению грабителей в частном доме в Южно-Казахстанской области, передает Костак. В Южно-Казахстанской области грабители напали на дом, в котором находились шесть человек, среди них двое несовершеннолетних. Произошло все это в селе Турара-Рескулова. По данному факту проводится досудебное расследование по статье «Разбой», сообщили в пресс-службе ДВД. По словам соседей, которые вызвали полицию, нападавших было четверо. Их личности сейчас устанавливают. Какую сумму вынесли из дома грабители, пока не сообщается. О городских новостях вы узнаете сразу после рекламы, не переключайте. Вы смотрите программу «Факт» на Рик-ТВ и мы продолжаем. Лучшим другом на этой неделе для октябинцев станет зонтик. До выходных практически каждый день в городе будут дожди, ну а к концу недели ожидается потепление и солнечная погода. В среду в городе с прояснениями, временами дождь, ночью возможен туман. Ветер юго-западный-западный 9-14 метров в секунду. Температура ночью 0,2 тепла, днем 6-8 тепла. В среду в городе ожидается погода без осадков, а в четверг и пятницу вновь пройдут дожди. Ну а к выходным погода обещает быть хорошей. С постепенным повышением температуры воздуха днем до 17-22 градусов тепла, местами даже до плюс 25. Осадков к концу недели не ожидается. В некоторых районах города с завтрашнего утра будет отключена подача воды. Ее не будет ровно сутки. Поэтому сотрудники АУАК Булак настоятельно рекомендуют гражданам запастись сегодня суточным запасом воды. Ровно сутки по определенным адресам, которые назову немного, чуть позже, не будет воды. То есть это проспект Али Молдогуловая от Исидбатыра до Абулкаирхана. По улице Исидбатыра от Молдогуловой до проспекта Абая. По проспекту Абулкаирхана от Молдогуловой до Абая. По проспекту Абая от Абулкаирхана до Исидбатыра. То есть в этом квадрате Исидбатыра проспекты Абулкаирхана, Али Молдогуловой и Абая. У абонентов, проживающих вот в этом квадрате, воды не будет ровно сутки. А также хотим отметить, что возможно снижение давления подачи воды в близлежащих районах. Это Хлебокомбинат, 8 микрорайон, проспект Абая, часть Абулкаирхана. Причиной временного ограничения водоподачи, по словам пресс-секретаря Ауак Булак, является работа по замене задвижек на магистральных сетях. Их замена проводится для улучшения качества услуг. В Ак-Тубе во время пожара сгорели склад и цех. По данным комитета ВЧС, в минувшую субботу примерно в 4.40 утра произошло возгорание на территории складского помещения и токарного цеха в районе Малышка по адресу Заводская, 29. Пожар начался с кровли второго двухэтажного склада. Возгорание было локализовано в 6.30 утра и ликвидировано в 7.11. В сообщении отмечается, что жертв и пострадавших от пожара нет. Причины возгорания выясняются. В тушении пожара приняли участие 30 сотрудников противопожарной службы и 8 единиц техники. В воинской части 66-55 сегодня чествовали ефрейтера Раскалея Генсибаева, который, напомним, на прошлой неделе спас из пожара двух взрослых и двух малолетних детей. Наши корреспонденты сегодня встретились с бесстрашным героем. Речь идет о нашумевшей истории в жилгородке. Впечатляющих кадров с места пожара нет, но зато есть главный герой – 27-летний Раскалея Генсибаев. 16 апреля, возвращаясь со службы домой по улице Мухамбетова, мужчина заметил, что из окна пятого дома идет дым. За этим пожаром наблюдали многие, но только в военнослужащей части 66-55, она находится неподалеку от места ЧП, ефрейтер Генсибаев, рискуя собственной жизнью, бросился на помощь погорельцам. Из пожара молодой боец вынес двух жильцов дома и двух малолетних детей. Это мой долг. Мне кажется, на моем месте так же поступил бы любой нормальный человек. Хорошо, что в пожаре никто не погиб. Спасибо за огромное внимание к моему, в принципе, обычному поступку. Почетную грамоту за спасение людей сегодня в торжественной обстановке в присутствии семьи героя вручили представители департамента ПЧС. За отвагу, неравнодушие ефрейтеры отмечают и его коллеги. Мы такие поступки героическими не считаем. Почему? Потому что это наш долг, наша обязанность оказывать помощь нашим людям. Вот, конституционный долг. Ну и, конечно, это мероприятие в первую очередь мы посвящаем тому, чтобы действительно, как вы уже сказали, оказать пример для подрастающего поколения, для наших военнослужащих, чтобы они следовали примеру ефрейтера Иси Павел. По окончании церемонии награждения для родных ефрейтеров, в частности, мамы, которая приехала из Казлардинской области, была организована экскурсионная программа по воинской части и дан концерт. Семьи, чьи квартиры пострадали от пожара, пока живут у родственников. В их квартирах уже начали наводить порядок. А вот причиной пожара, со слов пожарных, стало замыкание электропроводки. Лиза Сакева, Сергей Калашников, программа «Факт». Октябинские поисковики, представляющие общественное объединение «Боевое братство», отправились на поисковые работы в Новгородскую область России. Они проведут там больше двух недель. Примут участие в раскопках останков солдат в поисках реликвий военных лет. В субботу отряд проводили в путь в торжественной обстановке у мемориала «Вечный огонь». Это массовая масштабная работа. В экспедицию собирается 14 человек, 10 человек взрослых, четверо ученики школ. Среди них ученики родниковской школы. Дальше школы города Ак-Тубе. Экспедиция пробудет в Новгородской области 14 дней. Поисковый отряд вернется в Ак-Тубе к празднику победы. И как надеется в музее Алии с хорошими новостями и находками. Отметим, что поисковому движению области уже около 30 лет. Ак-Тубинскими поисковиками за эти годы найдены и перезахоронены с воинскими почестями останки более тысячи советских бойцов. Установлены личности свыше 80 солдат и офицеров. 200 тысяч деревьев и миллион цветов посадили в Ак-Тубе в минувшую субботу. В городе прошел экологический фестиваль, организованный Фондом развития общественно значимых инициатив программы развития ООН и Министерством по инвестициям и развитию. В этот день тысячи октябренцев вышли на субботники и приняли участие в массовой посадке деревьев. Мероприятие продолжилось в Центре искусств мастер-классом по внедрению экологических тем в школьную программу. Ак-Тубе стал зеленее и краше на 200 тысяч деревьев и миллион цветов. Под слоганом «Ак-Тубе – город моей мечты» наш регион принял эстафету экологического фестиваля, который стартовал 30 марта в Астане. В субботу тысячи горожан вышли на субботники, чтобы выразить заботу о земле. Высадили саженцы, цветы и убирали мусор. В их числе был и Аким Ак-Тубе Ильяс Испанов. Эту эстафету примем с гордостью и хорошими результатами передадим дальше согласно программе ООН. Поэтому мы призываем наших жителей активно участвовать в этой программе, так как Ак-Тубе Коттумикен сегодня развивается, является центром агломерации западного региона. И мы такими темпами достигнем миллиона жителей. Если каждый человек, проживающий у нас в городе, будет по два саженца сажать, это будет точно миллион. Продолжилось мероприятие мастер-классом в Центре искусств, где представители Организации Объединенных Наций рассказали актюбинским педагогам и родительской общественности о том, как можно интегрировать экологические темы в образовательный стандарт. Речь идет об образовании. Мы привезли новый прогрессивный продукт, называется экологическая шкатулка. Это методика, которая была адаптирована для Казахстана, одобрена Министерством образования и науки. И сегодня это пример того, как в текущую программу школьную, в уроки, будь то математики или программирование, или химии, или физики, можно включить вопросы экологии, изменения климата. То есть, решая математическую задачку, ребенок одновременно с этим узнает что-то о каких-то экологических проблемах или решает эти экологические проблемы. Экологическая культура начинается из дома. Так считает представитель Фонда развития общественно значимых инициатив Татьяна Немцан. По ее словам, только сообща можно достичь этой цели, и начинать нужно уже сейчас, и начинать с себя. Экологическое образование начинается в семье. Именно папа и мама, бабушка и дедушка, близне-родственники, они показывают ребенку основы, как надо себя вести в окружающей среде, в социуме, в природе. Педагог, хоть дошкольного образования, хоть средней школы, он может много говорить, но если дома в семье нет экологической культуры, то есть мусор оставляется в подъезде, или, например, предположим, уходя из пикника, родители бросают бутылки, банки, о каком экологическом мышлении может идти речь. Здесь же в Центре искусств состоялась ярмарка школьных эго-проектов, выставка молодых ремесленников, а воспитанники станции юных натуралистов привезли своих питомцев, попугаев, кроликов, черепах, аквариумных рыб и хомяков. По словам организаторов экологического фестиваля, через животных и через живое вообще, детям нужно больше общаться с природой, соприкасаться с ней и проявлять заботу о ней. Но сегодня это все чаще роскошь. Осельки Жалина, Мирлана Манжолов, программа «Факт». В выходные в Актубе прошло открытие экологического фестиваля под названием «Актубе вместе ярче», в рамках которого в городе планируется высадить 200 тысяч саженцев и 1 миллион цветов. В дождливую субботу на водно-зеленый бульвар вышли и сотрудники Актубинского филиала Народного банка, чтобы внести свой вклад в озеленение нашего города. В честь юбилея Халык-банк высадил целую березовую аллею. Несмотря на пасмурную погоду, 130 сотрудников Народного банка, снарядившись лопатами и ведрами, вышли на посадку целой аллеи берез. Их с именой ленточкой от Халык-банка теперь на водно-зеленом бульваре ровно 95. И такое количество неспроста. В этом году Народному банку исполняется ровно 95 лет. И, кстати, начал свою работу банк именно в Актубинской области. Здесь было открыто первое отделение Народного банка. Первое отделение гос.русберказ по Казахстану было открыто именно на территории Актубинской области. Это было в 1923 году. Это в районе старой части города. Именно не в Алмате, не в Астане, а именно в Актюринске. И все эти мероприятия приурочены к этой дате, к 10 октября. В честь своего юбилея Народный банк по всему Казахстану проводит акцию 95 добрых дел, в рамках которой были высажены молодые березки. Найти саженцы которых, кстати, было нелегко. Их пришлось заказывать и везти из Оренбургской области. Руководству банка пришлось потрудиться, чтобы эти деревья теперь смогли радовать горожан. Октюбинцы уже привыкли, что сотрудники Халыкбанка постоянно устраивают благотворительные и познавательные акции. С начала года банк предоставил возможность гражданам бесплатно посетить ледовый каток. А дети и молодежь смогли посетить Октюбинский планетарий. Но акции от Народного банка не заканчиваются. Начиная с этого года, с января месяца, у нас каждый месяц проводится какая-то акция. В январе это было ледовое катание бесплатное для детей. В феврале месяце мы оплачивали планетарий для детей для участия. А в марте месяце на Новорыск мы ставили юрту и давали угощение населению нашего города Баурсаки и Кужи. И дальнейшие мероприятия все у нас запланированы каждый месяц до октября месяца. Дополнительно мы в этом году планируем подарки городу детскую площадку на 95-летие банка и одно инвотокси. Обязанности по посадке деревьев были распределены быстро. Кто-то работал лопатой, а у кого-то лучше получалось поливать саженцы. Но настроение у всех было приподнятым. Теперь, благодаря коллективу октябренского филиала Народного банка, Березовая аллея будет украшать наш любимый город. Это все новости к данному часу. Благодарю вас за внимание и напоминаю, что вы также можете ознакомиться с нашими новостями на сайте река-тв.киезет. Я с вами прощаюсь. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова